Вот интересно, сколько еще миллиардов не хватает нафтогазу для полного счастья? И зачем повышать цену на газ, если и так большинство семей в Украине получают субсидии? Обсудим с нашими гостями Валентин Землянский, эксперт в области энергетики и Тарас Загородний, политолог. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Валентин, давайте начнем с вас. Вот как вы можете прокомментировать вот такие заоблачные, фантастические показатели прибыли нафтогаза? В чем тут фокус? Ну, фокуса два. Во-первых, это деньги, которые заработал Укртрансгаз за транзит российского газа. Объем был достаточно большой в прошлом году, 93 миллиарда было прокачано по украинской территории, соответственно, это порядка 3 миллиардов. Хотя, по факту, Укртрансгаз показал убытки. По прошлому году 24 миллиарда, вот уже в новостях это появилось. И в тром момент, это трифы. То есть это те деньги, которые были сняты с нас с вами, как потребителей. Плюс это субсидии. То есть те деньги, которые из бюджетов в такой скрытой форме, по сути дела, датировали НАК «Нафтогаз Украины», чтобы он мог показать вот такую прибыль. Касательно требования Международного валютного фонда, вот тут становится интересно. МВФ требовал, чтобы стабилизировать бюджет НАК. Судя по показателям финансовым, он стабилизирован даже с лихвой. Более чем стабилизирован, по-моему. То есть зарплаты стабилизированы, премии стабилизированы, что еще стабилизировано? Кстати, о премиях, которые, как вы говорите, стабилизированы. По вашей оценке, нынешнее руководство «Нафтогаза», оно заслуживает на вот те многомиллионные выплаты, которые само себе щедро и выплачивают? У нас за проигрыш в Стокгольме выплатили премию. Поэтому награждение невиновных и наказание непричастных тут работает по полной программе. Но я хочу вам сказать, что по опыту европейских, и даже не европейских, давайте возьмем «Газпром». Председатель совета директоров «Газпрома» получает всего-то, навсего 500 тысяч долларов в год. Господин Коболев получает почти 100 тысяч в месяц. Мальчишка подумал только что, господин Коболев. Да, ну то есть что такое «Газпром» по сравнению с «Газпромом»? Ну, при условии, я уже говорил зрителям, «Газпром-то хотя бы этот газ добывает, а потом продает. Он продает его в Европейском Союзе, а не только своим потребителям. Он половину из этого газа, что он добывает в России, он продает его в Европейский Союз. И продает совершенно по другим ценам, чем он продает внутри страны. А у нас же, по сути дела, все с точностью, да наоборот. Тарас, многие наблюдатели говорят, что нынешнее руководство «Нафтогаза» ведет себя как не руководство монополиста государственного, а как руководство частной компании. Ну, такого свечного себе заводика, знаете, завели и руководят им как могут. Как вы считаете, согласны ли вы с этим? И как вы считаете, как это может отразиться на оценке избирателям действующей власти всей? Ну, это плохо отразится. Конечно же, «Нафтогаз» забывает, что все-таки государственная компания и должна действовать в государственных интересах. А если вы действуете как частная компания, то, извините, вы уже ходить должны на допрос за злоупотреблением монопольным положением. Кстати, криминальная ответственность за это. «Нафтогаз» категорически не хочет разделяться, хотя это, кстати, одно из требований третьего энергопакета. Фактически еще настаивают на то, что он хочет еще разрастаться, теперь давайте нам еще «Облгазы» отдавайте. То есть это фактически классический монополист, который не просто монополист, а злоупотребляет монопольным положением. Конечно же, это отразится на рейтингах власти, и они это уже начинают прекрасно чувствовать. Почему? Потому что дальнейшее повышение тарифов вызовет просто волну возмущения у людей, потому что люди уже не понимают реально, куда уже деваются деньги на зарплаты наших уважаемых топ-менеджеров «Нафтогаза». И поэтому и всячески стараются это отстранить. Понятно, что есть требования, в первую очередь, политических партий, которые разбираются тоже в газовых вопросах, понимая, что все это надумано, требует снижения, в том числе, особенно учитывая то, что НАСА оказывает еще 2,5 миллиарда. Будет долларов от «Газпрома», но если получит. Тут я полностью согласен с позицией оппозиционного блока и лидера Юрия Бойко в том, что необходимо снижать за счет этих денег тарифы на газ срочно населению, потому что это грабительство, когда вы занимаетесь в бедной стране, устанавливаете европейские якобы тарифы, которые реально не обоснованы ничем. Еще смешнее выглядят в действительности позиции наших уважаемых международного валютного фонда. Они уже с логикой совсем не дрожат. Сначала они требуют от нас, чтобы мы не поднимали минимальную зарплату. Якобы это отразится на дефиците бюджета. И в следующем же заявлении требуют поднять цены на газ, которые сразу же увеличат дефицит бюджета, потому что нужно будет дольше давать субсидит. Повышение цены на газ повышать или не повышать, это вопрос у нас скорее в нашей стране не экономический, как того требует возможно международный валютный фонд, а все-таки политический, особенно в свете начавшейся предвыборной кампании. Все-таки устоят наши политики или нет, как вы думаете, будет это повышение или нет? Если нет, то как это отразится на взаимосотрудничестве с фондом? Ну, знаете, я в этой ситуации, я бы уже как бы давно забыл о сотрудничестве с МВФ. Почему? Потому что те требования, которые они нам выдвигают, они убивают нашу экономику. И такие дешевые так называемые кредиты, они имеют косвенный удар по экономике значительно больше. Лучше уже снизить цены на газ, давно это можно сделать, учитывая то, что только официальная рентабельность Укргаза в добывании 250%. Вдумайтесь в эту цифру, это при том, что 70-100% рентабельности с головой бы хватило для выполнения всех инвестиционных программ, которые они нам так громко обещают, которые никак не могут исполнить. И этого дало бы толчок экономике. А когда есть экономика, которая работает, нам никакие кредиты не нужны, и мы можем только поприветствовать главу МВФ или ихнюю миссию тут попоечаем и вернуть обратно в Шарфтон для того, чтобы... Ваша мысль, ясно. Валентина, давайте поговорим о газе собственной добычи в Украине. Вот насколько разумно, что ли, уравнивать его в цене с газом импортным? Особенно, если учесть, какой процент населения грандиозный у нас уже получают субсидии. Это разумно только в экономической теории. То есть либеральная экономическая теория предполагает, если у вас ресурс не полностью обеспечивает ваши потребности, есть импорт, то весь ресурс должен считаться по цене импорта. Это одно из... нам это подают, собственно, как догму. Это не догма, это одна из теорий. Потому что есть и другая теория, когда, например, Румыния, там, где газ, стоит 175 долларов для населения финально, а не 275, как это происходит для украинских потребителей, потому что в Румынии есть собственная добыча. И они покрывают частично собственным газом. Мы могли делать то же самое, я вам больше скажу, что добывая 15,5, 15,4 в прошлом году, добыла Укргаздобыча, при потреблении населением 11, у нас еще остается газ для теплокоммунэнерго. Потому что в Нафтогазе говорят, нет-нет-нет, теплокоммунэнерго это тоже газ для населения, ничего подобного. Теплокоммунэнерго это отдельный бизнес. Население потребляет 11 миллиардов. Есть 100% украинского газа для того, чтобы покрыть потребление населения. Степлокоммунэнерго давайте разбираться там. В общем-то да, и можно было бы тогда, наверное, снизить тарифы эти драконовские. По поводу субсидий, вы о них начали говорить в начале нашего разговора, о том, что они, наверное, направленно идут на Нафтогаз. Не разумнее ли было бы эти субсидии пустить все-таки в карманы украинцев, отдать им на руки? В разумнее было бы вообще уйти от субсидий. Я абсолютно согласен с Тарасом в данном случае. Вот у вас в преддверии сюжет шел, где речь шла о том, что 3,5 тысячи гривен. 3,5 тысячи гривен абсолютно адекватно, подъемно. Это при том, то есть нас же пугали чем? Что не хватит денег на развитие собственной добычи. Не хватит денег на транзит газа, на работу нафтогаза. Хватит. С лихвой хватит, если это будет 3,5 тысячи гривен. Понятно. Понятно. Спасибо. Валентин Землянский и Тарас Загородний отвечали на мои вопросы. Спасибо вам за участие в программе.